Знает всё сейчас Google, знает он всё это для себя, иногда для нас. Я знаю для себя, только когда я побываю в этом городе, поживу, поделаю что-то типа выставки, концерты, фестиваля. Если называть жизнью то, что была та форма, в которой существовало киноискусство в СССР, я думаю, что это жизнь трагическая, печальная, мученическая и во многом искусственная. Во-первых, это жёсткий диктат, что делать, что не делать. Это было усекновение всех лишних органов. Во-вторых, запрет на любые передвижения и перемещения. В-третьих, битьё током, формирование нужных реакций и наказание за любое проявление своей персональной, неважно какой мысли, искусственные трубочки, искусственного кормления, жёсткой государственной дотации и прочие разные прелести, которые делают любую жизнь достаточно уродской. Поэтому я думаю, что в данном случае смерть – это избавление. И я надеюсь, что отмучилась. Таковая смерть – это, безусловно, облегчение. Не вижу никакого смысла в жизни, в принципе, ни в творчестве, ни без творчества. Я думаю, что этот вопрос был бы уместен как-то вот до появления нас на свет, и сейчас уже поздно им задаваться. Я думаю, что сейчас надо разруливать уже в той ситуации, где мы есть, а не искать каких-то оправдательных моментов, что начали найти вот смысла там и так далее. Коротко говоря, творчество – это критический анализ восприятия и реагирования на поступающую и выдаваемую информацию, на круговорот информации сквозь нас. Ему противостоит какой-то шаблонный, механистический, импорентированный процесс, процессы. Соответственно, это имеет отношение как к искусству, к искусствам, так и то же самое, можно сказать, о любой другой работе. Творчество – оно такое качество, оно может быть либо не быть где угодно. Я не помню никакого изначального импульса, я помню череду выборов, череду шагов, череду вопросов моих. А что будет, если я попробую это? Что будет, если я сделаю это? Череду желаний, хочу делать это и так далее. Учитывая, что анимация никогда для меня не стояла особняком, что я никогда не мыслился именно как аниматор, и вообще мне всегда мало чего-либо в одном числе, одного вида деятельности, одного места жизни, одного имени и так далее, то я нормально себя чувствую на каком-то балансе, когда я часть эмоций транслирую сквозь саундарт, там какие-то другие переработки идут через анимацию, третья – через интерактивный перформанс, четвертая – через программирование и так далее. И таким образом просто я имею возможность брать дату, брать информацию оттуда, перекладывать сюда, замечать парадоксы или какие-то закономерности здесь и использовать их там и так далее. Вот в этом для меня смысл, в частности, анимации, но на самом деле и всего остального тоже. Ну, если, что такой любитель, мы еще более-менее можем себе представить, что такой мастер, мне кажется, это понятие просто каждую секунду, каждый день, каждый год утрачивает смысл, потому что уровень знаний растет, да, по законам уровня взрыва, да, и сложно себе представить какого-то энциклопедиста, какого-то даже мини-энциклопедиста, который бы все знал об анимации, или об анимации последнего десятилетия, или об анимации последнего года и так далее. Это нереально. Я думаю, что нет, так нету все слова мастер, там, гуру, учитель, профессор, но эти слова, они плавно издыхают, да. В фестивале, в этом смысле, это наиболее, мне кажется, перспективная затея, перспективно по сравнению с образованием, например, потому что вот в этой модели отсутствия какого-то гуру и мастера мы все на фестивалях обмениваемся тем, что делаем именно мы. То есть мы можем коллаборироваться, блокироваться, обогащаться, видеть себя и других с другой стороны, это очень богатая почва, и, ну, то есть, мне кажется, это включает голову каждого конкретного человека, гораздо лучше, чем образование, там, формат воркшопов, фестивалей, это прекрасно. Для меня попсня – это явление не культурное, не социальное и так далее, это явление исключительно биологическое, а именно это вот такая форма жизни, как вирус. Попсня демонстрирует основные качества вируса, да, то есть очень простую форму устройства, очень хорошую подверженность мутациям, отрубает все, что может отрубить ее первым делом, и в итоге, то есть поначалу совершенно не ты с ней вступаешь в контакт, а она уже все яйца отложила, пока ты успел собрать. Вирусы какие-то там образуют симбиоз, вот какие-то, убивают человека, да, там, ну, попсня вот убивает, но перед этим еще держит жертву, так сказать, в таком состоянии зомби. Соответственно, авангард я не люблю это слово, оно очень привязано к контексту, относительно чего, то или иное явление авангарда. Но если говорить, если заменить на слово экспериментал, то, ну, тут, по-моему, все очевидно, то есть это состояние ума, состояние сознания, когда ты больше задаешь вопросов, и пытаешься понять себя или свое творчество, свои импульсы, свои реакции относительно контекста. Просто approach – это подход, взгляд на мир, не как на кем-то данную тебе данность, ты – это просто создание своей персональной реальности. Собственно, то, что отличает как раз-таки живого человека от зомби. По-разному. У меня есть серия, называется «Длинные картины», но сейчас их нет на фестивале. Просто графические картины, которые развиваются во времени. Просто мне скучно смотреть на мои же картины, которые уже нарисованы, и хочется, чтобы они жили дальше. Другой подход – это наевшись, навдохновлявшись вот этой линией Терри Гильям, Стэн Ван дер Биг и так далее. В принципе, если о них кто-то пишет, то обычно так сравнивают, например, с Гильямом, потому что Ван дер Бига знает мало кто, но… Ну, да, описывается, как такой «Гильям-лайк стайл», или в Лондоне там несколько статей вышло, где просто на этом был акцент, что там «Алиса Трэнн Чудес» встречает Монти Пайтона, или там настолько напоминает Гильям, что как будто снят в то же время и так далее. И еще другой момент – это медиархеология, то есть это работа с явлениями в медиа, которые ушли куда-то там в параллель под землю, не знаю, но, в общем, они как-то не стали рассматриваться мейнстримом. В этом смысле я занимаюсь такой вещью, как рисованный звук. Ну, я не верю ни в какие таблетки, для всех это всего, в советы какие-то универсальные, поэтому, собственно, я считаю, что в анимации и вообще в арте важно то, что делает конкретно каждый человек, который этим занимается, и то, каким именно ни абстрактным, ни общим, ни единящим, ни… да-ла-ла-ла, а вот именно к индивидуальным выводам и формам, и содержаниям, и стыкам всего этого приходит каждый конкретный человек. Поэтому я думаю, что если что-то глобальное советовать, то, не знаю, смотрите в свои сны, смотрите в свои иллюзии, галлюцинации, выводы. Арт – это такая сфера, где можно всё, и главное, что нужно всё. Поэтому здесь никогда не бывает мало. Смотрите в это сильнее, просто ищите это. И это первый этап, второй этап – реализуйте это. И сам факт проведения вашего фестиваля, мне кажется, очень важной затеей. И чем больше будет таких частых инициатив, тем мощнее и сильнее будет наше поле, поле креативности, поле экспериментал. Я, к сожалению, не присутствую, но я посмотрел, по крайней мере, те превью, скриншоты, которые есть на сайте. Я считаю, что это очень здорово. И удачи организаторам, участникам, фестивалю, зрителям, мне. Так что всем спасибо и привет. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok